Просто выключили свет и все. До начала ЕГЭ по литературе и физике остался какой-то час, а все разговоры ребят только о том, почему им приходится по второму разу приходить в эту школу. Экзамен 218 учеников казанских школ должны были сдать еще 20 июня, но в здании 89-й школы в этот день неожиданно погас свет. В моей аудитории лично уже успели распечатать бланки, мы успели заполнить их и начать экзамен. И в какой-то момент кто-то бежит в коридоре и говорит, все выбегаете, все оставляете вещи и уходите. То есть все, распоряжение пришло сверху, что нас всех надо выгнать и отправить на пересдачу. В Министерстве образования Татарстана картину происшествия в пункте сдачи ЕГЭ разобрали поминутно. Свет в 89-й школе погас в тот момент, когда в аудиториях учителя должны были приступить к распечатке контрольно-измерительных материалов. Чтобы не сорвать экзамен окончательно, казанские энергетики тут же перевели школу на резервную подстанцию. Но на ней произошел взрыв. Это ситуация, которая бывает. Она не должна была в этот день произойти по одной простой причине, что два дня за день до игры и в день игры так называемый режим тишины. Нельзя было производить никакие ремонтные работы. В нарушение этого режима тишины генерирующая компания начала производить ремонтные работы. Задели головной кабель, после чего произошла вот эта аварийная ситуация. В итоге Рособорнадзор принял решение перенести экзамен на 28 июня, когда во всех казанских школах запланированы выпускные вечера. Не знаю, мне кажется, ни хорошо, ни плохо не отразилось. То есть, все равно мы поддержали ту же форму, которая у нас была за неделю. Ну, чуть побольше подготовились. Волнения уже вообще никакого нет. Настроение боевое, надеемся на лучшее. Не знаю, я в 14.30 еду в салон и потом домой переодеваться. У нас пять вручений, мы не знаем, сможем ли мы все успеть. Надеюсь, да. Главное, еще написать хороший экзамен, это тоже все много зависит. ЧП 89-й школе сейчас на контроле правительства Татарстана и Рособорнадзора. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы. А казанские сетевики во избежание очередного ЧП решили подстраховаться. В школу сегодня привезли генератор, а около электропункта установили дежурство. Елена Горбунчикова, Роман Фенин, Телеканалфир.